Знакомьтесь с Лаурой, худшей сестрой в городе. Эта помешанная юная монахиня обожает Джейсона, красивого певца, учащегося в католической школе. Она выдает себя за сестру Софию, новую учительницу и монахиню, и проникает в школу, чтобы быть ближе к нему. Она обольщает, соблазняет и манипулирует им, чтобы завоевать его сердце, причиняя беду его девушке Саре и ее семье. Но план Лауры не так идеален, как ей кажется. И она сталкивается с последствиями своих действий, которые ставят всех под угрозу. Некоторое время назад в небольшом городке жил талантливый молодой парень по имени Джейсон Бредди. Не занимаясь учебой, Джейсон снимает увлекательные видео для своего блестящего канала на ютубе, демонстрируя свой талант всему миру. Но судьба решила иначе, и радостные школьные каникулы подходят к концу, открывая новую главу в жизни Джейсона. Со своей сестрой Зоей он отправлен в строгий католический интернат. У входа их встречает сестра Ребекка, директор школы. Бдительный взгляд следит за ними из кабинета директора. Этот взгляд принадлежит сестре Софии, еще одной монахине в школе. Когда она наблюдает за новыми учениками и их семьями, ее разум наполняется любопытством. После того, как Джейсон и Зоя обосновались, сестра Ребекка возвращается в свой кабинет. Она приветствует сестру Софию, напоминает о важности соблюдения школьных правил. Сестра София понимает. Есть правила, включая запрет на макияж для монахинь-преподавателей. Когда сестра Ребекка застает ее в помаде, она призывает прекратить пользоваться косметикой и следовать правилам. Затем она проводит его по учебному заведению. На пути они рады встретить Джейсона, который станет учеником Софии. Позже, в комнате Софии, она становится слишком близкой, просматривая видео с Джейсоном. Это как бы намекает на готовность продолжать с ним уже и так близкие отношения. Данный жест, кажется, переходит за рамки любви, поскольку является почти фетишем, предполагающим более глубокие связи между ними. Поэтому позже, в тот же вечер, София пробирается в общежитие, подслушивая, как влюбленный Джейсон играет на гитаре. При начале занятий Сара, популярная и привлекательная студентка, пытается сблизиться с Джейсоном. Но их момент прерывает София. Ревнуя к связи, София грозно сдерживает Сару. Позже, в школьном дворе, Сара рассказывает Джейсону о поведении Софии. Разговор становится романтичным, они целуются, но счастье прерывает яростное появление Софии. София предупреждает Сару держаться подальше от Джейсона. Назначает встречу Джейсону. Сначала Джейсон отбивает приглашение сестры Софии. Это нарушает правила, запрещающие мальчикам входить в комнаты к девочкам, особенно к монахиням. Визит становится запретным плодом. Но он передумывает и оказывается у двери сестры Софии. Видит. Дверь слегка приоткрыта. Он заглядывает внутрь и видит невообразимое зрелище. София в красном белье перед ним. Невеста сняла. Она знает о его присутствии, но прикидывается. Он, боясь, что она заметит его взгляд, быстро уходит. Ночью в постели образы с Софией заполняют его воображение. Следующим днем София наркотики в книгу Сары в девичьем общежитии. София хочет подставить Сару, но Ребекка замечает. София говорит, что это проверка безопасности общежития, но Ребекка не верит. В классе София обращает внимание на книгу Сары, показывает сигарету. Бедная Сара плачет, когда ее уносят ответственные школы. Сара говорит, сигарета не ее, но она наказана. Она временный отступ от учебы. После проверки общежития алкоголь обнаружен в комнате Джеймса. София, которая должна была санкционировать Джейсона, поговорила с присутствовавшими священником и монахиней, чтобы определить, какой подход будет наиболее подходящим в этих обстоятельствах. Результат, согласованный всеми сторонами, предполагает мягкое наказание. Мы все боролись с горем. Нам всем дан мир. Может быть, если бы Джейсон захотел остаться на выходные, поработать в школе и помочь сестрам держаться за землю, мы смогли бы преодолеть эту маленькую неосмотрительность. София просит тех, кому Джейсон помогает с уборкой школьных помещений в следующие выходные, чтобы они могли остаться в школе, несмотря на то, что произошло. Затем мы видим через воспоминания, которые развила София, сильные чувства к нему со временем, впервые обнаружив одно из этих видео в интернете, который привлек их внимание значительным образом, а затем поиск дополнительной информации на него. София узнает о монахине Софии в католической школе. Она убила монахиню, забрала личность и вписалась в школу, чтобы приблизиться к Джейсону. Снова выходные. Джейсон и Зои должны убрать школу. Джейсон не знает о предстоящем сюрпризе в своей работе. Во время уборки он видит тень в углу. Это София, которая хочет соблазнить Джейсона. Она предлагает помощь, скрывая намерения. Когда стемнело, Джейсон в своей комнате. Он не подозревает о предстоящем визите. София, вооруженная телефоном, снимает на видео. Джейсон спит, но чувствует прибытие кого-то. Открыв глаза, он видит Софию. Он удивлен и не знает, как реагировать. Она подходит ближе и тихо говорит с ним. Джейсон уверенно стоит на своем, отказываясь поддаться искушению перед ним. Он знает, что этот путь запрещен греховное искушение, которому он не может поддаться. Но сестра София игнорирует, его отказ. Она снимает монашескую одежду и показывает свое тело Джейсону. Он находит ее красивой и желает ее, он забывает о правилах и опасности. Он поддается своему желанию и целует сестру Софию. Они занимаются любовью, не думая о последствиях. На следующее утро Джейсон просыпается с огромным раскаянием после того, как переспал с монахиней. Позже, в отсутствие Джейсона, София обыскивает его вещи, не замечая, что Зои видит ее. Когда Зои показывается, София ругает ее. Зоя в шоке от обнаруженного на кампусе. Она все рассказывает Джейсону, который решил признаться в пятницу. А Софии. Любовью занялись в кабинке для исповеди перед выходными. Брэдди — семейный ужин. Но отец недоволен Джейсоном из-за оценок. Хуже всего Джейсон хочет быть певцом. Воплотить мечту его отец еще сильнее раздражает. Джейсон идет на вечеринку, чтобы забыть. Там он привлекается Сарой, с ней близко. Но при вспоминаниях о Софии Джейсон покидает. Когда он уходит с вечеринки с бутылкой, полиция останавливает Джейсона. К счастью, София приходит на помощь и они уезжают в отель, где она пытается его соблазнить. София предлагает им бежать вместе, используя ее богатство, и становится ясно, что у нее есть другие мотивы. София, это неправильно, что мы делаем. Это не так. У меня есть деньги. У меня много денег. Я могу дать тебе все. Я увезу тебя. Я отвезу тебя в Париж. Разъяренный откровением, Джейсон заканчивает отношения и уходит в гневе. Около дороги отец Джейсона нашел сына и поддержал его музыку. На следующий день Джейсон обнаружил бездыханную Софию, окруженную наркотиками. Он подумал, что она передозировала, но София внезапно проснулась. Это была неудачная шутка для привлечения внимания. Устав от манипуляций, Джейсон готов сообщить менеджеру. Священникам, однако, София грозится раскрыть их постыдные тайны в отместку, если он осмелится больше говорить. Джейсон молчит, не желая, чтобы все узнали о его разврате в школе. Когда София проводит урок, сестра Ребекка прерывает занятия шокирующим объявлением. Срок Сары закончился. Наконец девушка может вернуться к обычной жизни. Джейсон и Сара вновь встречаются, к огорчению Софии. София, желая избавиться от источника своего раздражения, пробирается в общежитие и видит Сару в душе. Она без раздумий кидается на нее, и бедная Сара отдает последний вздох. София маскирует ужасное преступление под несчастный случай и возвращается в свою комнату. Вскоре Зоя находит тело Сары в луже крови. Она сразу позвала на помощь, не раздумывая. Врачи быстро увезли останки Сары на вскрытие. Правоохранительные органы и другие жильцы общежития предположили, что Сара умерла, споткнувшись об унитаз. В итоге они собрались в ближайшей церкви, где большинство в трауре, кроме Софии, которая была рада. После молитвы Джейсон обвинил Софию в смерти Сары. Несмотря на то, что он говорит правду, София спокойна и невозмутимо показывает видео, где она с Джейсоном, шантажируя его. Скоро выходные. Джейсон и Зоя в нетерпении ожидают возвращения домой с родителями. София придумала хитроумный план, как приблизиться к Джейсону, даже когда он с семьей. Она просит у бдительной сестры Ребекки разрешить ей пойти на похороны к тете. В приятном ресторане Джейсон и Зоя с родителями наслаждаются вкусной едой. Они не подозревают, что их ждет сюрприз. Вдруг появляется сестра София, элегантно подходя к их столу. Она без колебаний соблазняет родителей Бредди своим вежливым поведением. Господин и госпожа Бредди приветствуют Софию добротой. Ко всеобщему удивлению, отец Джейсона приглашает ее к ужину. Великолепная возможность для Софии – повеселиться с ее принцем Джейсоном. Под столом она хватает его за бедро, заставляя его вздрогнуть. Бедняга не может сдержать своих нервов под волнами эмоций. Сестра Ребекка пытается отослать букет соболезнований, но что-то не так. В больнице нет записей о пациенте, о котором говорила София. Невозможно, что ее коллега обманывала все это время. Джейсон и Зоя напряжены после ужина с Софией. Джейсон признается в ужасных действиях с божественной женщиной. Жаждущие истины о монахине, они взламывают ее компьютер. И ждет шокирующая правда. Сестра София – фальшивка. На самом деле она – Лора Паттерсон. Лора создала аферу, раздвигая настоящую Софию от школы Джейсона, приближаясь к нему. Сестра Ребекка просила прием у Софии. Говоря с сестрой, Ребекка раскрывает ложь, решив сказать священнику отцу. Но София внезапно атаковала ее, оставив без сознания. Чтобы рассказать сестре Ребекке о настоящей личности сестры Софии, Джейсон и Зои пошли к ней. Но ответа от нее не было, не зная, что София спряталась, обезвредив монахиню. Джейсон пошел в церковь, где встретил Софию. Брэдди не теряют времени. Сказали, что расскажут все сестре Ребекке. София стала яростной от этой новости. Зои сбита с ног, Джейсон подвергнут атаке. Когда все казалось потеряно, случился поворот. Сестра Ребекка, погибшей, считали, все вышло из тени. Но бунтарка София отчаянно сопротивляется, выиграв у монахини. София отвлеклась в битве, что дало шанс Джейсону. Он использует возможность, достает отвертку из кармана и вонзает ее в спину Софии, останавливая ее царство террора. Это была «Школа греха», фильм, который показывает, как все может пойти наружу, когда вы ссоритесь с неправильной монахиней. Надеюсь, вам понравился этот рассказ.